Видеть и знать разные состояния. Ведь формат тонкого плана реальности начинается с четвертого измерения. Например, Русь 300 лет жила под дыгом Золотой Орды и об этом даже не догадывалась. Это был миф, который стал идейным оружием рода Романовых. Оно было выдумано и внедрено с Запада, откуда, собственно, Романовы и пришли. Теорию татаро-монгольского ига создал и оформил польский историк Ян Глобуш. В целом это изобретение украинских и польских старателей. А на Руси об этом иге никто не знал и не слышал. Более того, никаких генетических следов ига на русских землях не обнаружено. Исторических свидетельств об иге нет. Есть некие литературные реминсценции по поводу рассказов литовских шляхтичей об этом иге, которые поддерживали и распространяли этот миф, чтобы перенаправить территориальные претензии крепнущей Москвы в западном направлении на восточное. Государство Золотая Орда никогда и нигде не было. Был улуз татар, как территория проживания и все. И они здесь, на берегах Волги, жили еще со времен Владимира Мономаха, то есть задолго до так называемого монгольского нашествия. Волжские и булгары – те же татары. Значит, татары были не пришлыми, а местными. Что такое Орда, как историческое понятие? В древних русских блинах слово Орда означало территорию, а не войско. Вот в древних блинах говорится, проходил молодец из Орды в Орду. Значит, Орда – это не то, что напало, а то, что составляет территорию оседлости рода. Это была территория оседлости родов и улусов Большой Тартарии, государства, основанного Ариями. Сейчас по поводу этого древнего государства идут жаркие споры. И все почему-то думают, что Тартария – это от слова «татары». Но, во-первых, до нас дошло искаженное название государства. Его правильное название – Тарх-Тария. Ведь его покровителем были боги полярной звезды – Тарх и Тара. В честь них и было названо государство – Тарх-Тария. Все это пример того, как пишется и внедряется в сознание людей история, которая кому-то и зачем-то нужна. Вот почему в Библии говорится о том, что мы сотворили землю без формы и содержания. Мы, имея несовершенные органы восприятия, через свои несовершенные желания и возможности, сотворили гомогемную кашу внешней реальности, в которую избежали и из рая. «Никто нас из рая, то есть пространство всех помыслов, не сгонял, потому что рай внутри нас есть. И Отец из него стучит нам – откройте свои окайменелые сердца, пустите меня в вашу реальность, вместе вечерять будем». Проект Гиперборея – это как раз тот самый духовный импульс, стук, через который осуществлялось взаимодействие Земли с духовными силами космоса. Через это взаимодействие в нас, детях Бога, должно было установиться глобальное, макрокосмическое сознание. Но чтобы увидеть то, что невидимо, надо понять то, о чем тебе никогда не рассказывали, то есть духовную историю Земли. Например, вы, конечно, знаете о том, что жизнь человека началась в Африке. Об этом все Академии мира трубят. Но вот недавно в Сибири, на берегу реки Лены, было обнаружено древнее поселение возрастом 1 миллион 800 тысяч лет. Это на многие сотни тысяч лет старше любых африканских поселений. И тут же возникает вопрос – откуда в древности расселялись люди? Значит, в свете одних знаний человеческих есть свет других знаний, божественных, который проявляется по необходимости. Вот раньше не проявлялся. Возникла необходимость – стал проявляться. Спасибо за субтитры Алексею Мальцева, constructioniggly т fruit. Не проявляйтесь на главные faithfulING текст. Продолжение следует...